Всем здравствуйте! Мы на даче и опять на даче. У нас начались дожди. То я вам все жаловалась, что у нас сухо, жарко. Теперь нет. Теперь у нас дождики каждый день. И в день по 3-4 дождя. С небольшими перерывами солнышка. Вот, пожалуйста, только что прошел дождь. Посмотрите, капельки дождик прошел, видите? Еще остались капельки на листиках. И это так в течение дня. Ночью тоже дождик. Так что нас потихоньку заливает. У нас такие крайности. То было сухо, я говорила, как в пустыне. Ну, а теперь дождик. Сплошной дождик. Вот такая красота. Оно красиво. Зелень любит дождик, но уже розы начинают болеть. Уже брызгать не могу, но листики желтеют. Вот какая гадость появляется на листиках. Но брызгать бесполезно, потому что на ближайшие 10 дней каждый день дождь. Перерывов никаких. Брызгать не могу. Вот такая вот погода. Но тепло, тепло. Радует то, что тепло. Посмотрите, до сих пор светет ли их низ. Правда, появились лизни уже у нас. Это проблема наша. И вон хоста у нас уже в дырках. А живучке нравится. Живучка, смотрите, какая классная. Классная. Сегодня 22 июля. И продолжает свести плотикодон. Где-то еще у меня вот там. Лилии уже перецвели, но зато зацветает метельчатая гортензия. Она у меня только второй год. В том году мне подарили ее череночек. Уже укорененный. Она в том году пустила цветонос. Но я обломала, не захотела. И вот она в этом году. Что у нас сейчас? Я подойду ближе. Раз, два, три, четыре, по-моему. Нет, пять. Вон там пятая. Маленькая. Пять небольших. Вот эти два больших. А там еще поменьше. Метельчатая гортензия будет свести. Здесь у меня шалфей лекарственный. Вот такая красивая листва у него. Такая сизая. Это он уже перецвел. А это она подходит цветение монарда. Я ее в этом году посеяла. Конечно же она не красная. Она бывает красненькая. Сейчас покажу. Она бывает красная. У меня получилась розовая. Может будет красивая. Я в принципе как из-за... Не знаю как из-за красоты, но... Чай хочу добавлять. Мне очень нравится она. Ароматная такая. Продолжает нас радовать гортензия. Древянистая. Немножко видите она запала. Вернее как упала от воды. Столько воды вылета. Она просто не выдерживает. Подвязывать не хочу. Пусть так уже лежит. Подойду к флоксам своим. Они конечно же побитые дождем. У нас не просто дождь. Вот это видите какой ужас. Она бедненькая. Мы сейчас ее обломаем. Все равно перецвела уже. Но они конечно же до дождя были красивее. Но это было неделю тому назад. Они уже цветут. Больше недели. Больше недели цветут. Я некоторые... Вот видите какая они красивая. Уже обламываю. Можно без ножниц. Они шикарно обламываются. То есть подошел, обломал и все. Зацвела. Конечно же мы ее подвязали. Она такая красивая должна быть. Но она... Мы приехали. Она вся почти лежала от дождя. Как могли подвязали. Она тут немножко и тесновато получилась. Ну как есть уже. Вот так. Дождики. И хорошо. Вот эту... Выломаем уже тоже не нужно. По мере того как они перецветают. Я выламываю. И они будут... Опять же будут. Дело в том что флокса очень... Очень поражается мучнистой росой. Так что если не заболеет от таких дождей. То будет. Ну будем надеяться. Будем надеяться. А так вот так она пока. Здесь зацвела вот такая. Посмотрите какая. Какая красивая. Сейчас я вот так наведу. Может лучше будет видно. Очень красивая. Этот кустик в том году у меня насеялся. Я в том году видео. Там где по-моему герани и флоксы у меня в саду. По-моему так. Было один стебелек и цвел. Я его перенесла. Ну то есть вынесла оттуда. Там он в розарии насеялся. И сюда. И вот уже какой кустик. Посмотрите. Вот такой. Видите. Вот если взять все вместе. Сейчас я так вот. Вот. Еще не расцвел. И когда расцветит тоже покажу. Покажу вам как пошла вторая волна. Но у него в принципе она не прекращает. Она просто лучше. Меньше цветет и больше. Наконец-то мне спасибо подсказали подписчики. Или кто меня смотрит. Называется она Полька. Полька. Теперь я уже знаю. Спасибо вам большое. Вот. Смотрите какая уже цветет роза. Зацвела. На сегодняшний день. Повторяю. 22 июля. Вот она какая уже опять набирает. Набрала силу. Видите какая. А то я все всем морочила голову. Как да как она называется. Вот. Сейчас обойдем ее. И вот столько веточек. И все будет свисти. Все будет в цвету. Хороша. Полька. К питунькам подсадила Алису. Посмотрите как хорошо. Правда? Алису свой аромат дает. Питунья свой. Красота. У нас прошел очередной дождик. И опять солнышко. И дождик. Посмотрите. Все мокрое. Если вам видно. Видно. Я думаю что видно. Дождик прошел. Час солнца. Опять дождик. Все мокрое. Вы думаете я подстригла эту. Алису нет. Все собираюсь. Все нет времени. Потому что дождик мешает. Надо же сесть и хорошо постричь. Потому что уже ходим по такой тропинке. Но красавец. Вы посмотрите какой он красавец. Сам себе хозяин. Сам себе хозяин. Даже вот покажу где. Видите? Какая красота. Посмотрите. Такой небольшой цветник. Смотрите. Вот этот весь цветник. И как он меняет окрас. Сейчас он у меня бело-голубой. Бело-голубой. Белые краски и голубые. Недавно он был совершенно другой. Там были желтые лилии. Лилии вернее. Желтые лилии. Желтая лилия. Желтая лилия тигровая. И желтая рудбекия. Здесь были красные розы. Сейчас смотрите. Зелень сплошная. И бело-голубые краски. И пройдет время небольшое. И вот эти розы все будут красные. Все розы набирают силу. Это все будет... Эти немножко начинают уже цвести. И он по-другому заиграет. Другими красками совершенно. Видите, уже начинается. Здесь то же самое. Я показывала. Здесь цвели розы красные. Алые такие. То есть в течение лета меняется окрас цветника. Дождь идет. И я только эти горшки висячие снимаю. Ставлю на землю. Потом подвешиваю. Солнышко появляется. И опять снимаю. Почему? Потому что сверху течет на них. Вон там. Они же уже не выдерживают. Они не выдерживают воды. Бедняжки. Я только и знаю, играю с ними. То-то вверх, то вниз. Вот такие вот цветочки. Гортензия еще больше наклонилась. От такого ливня. Это сегодня уже третий, наверное. И опять, по-моему, начинает опять. Что-то начинается. Вернее, продолжается. Как я и говорила, опять пошел дождь. Просто одна стена. Вернее, продолжается. Все налью, все дрань. Все налью, все дрань.